Итак, меня зовут Наталья Низурова, я из города Котля, Сархангельской области. Звание у меня золотой директор. И, вы знаете, очень большая была персональная группа, около 30 тысяч баллов, но всего два директора было. И поэтому я все время искала разные методы, пробовала. И вот, конечно, я в Гену верю. Я верю, что он сможет, что бы он ни задумал. Но для меня вот эта система бинар, она кажется слишком непорядочной. И мне кажется, я бы поспорила с 50 баллами. Почему? Потому что мы работаем сейчас по системе, которая имеет практически одинаковый принцип работы с бинаром Гены. Но немножко по-другому. И вот сейчас наша задача рассказать нам о нашей системе. Но для начала я предоставлю слово своим ключевым партнерам, которые пришли. Одна пришла 2 января в Ariflame. И вот в этом каталоге она на 15% выходит. Это Ирина Кушнир. Благодаря нашей системе, которой мы работаем. Потому что здесь тоже, значит, суть спонсорской поддержки. И вторая девушка, которая два каталога назад пришла, Ольга Гаркалина, она находится в глубине у Ирины. И давайте ее поздравим. Она в этом каталоге уже вышла на 9%. И получила уже достаточно хорошую объемную скидочку для новичка, который всего 6 недель работает в компании Ariflame. Ну и я думаю, что мы первое слово предоставим Ирине. Потому что она у нас начинала. Потом предоставим слово Ольге. Пока Ольга с мыслями соберется. Значит, девочки, я с вами. Не бойтесь. Для Оли это сегодня первое вообще выступление. Это боевое крещение. Если что-то не получится, не переживайте. Я все за вас расскажу. Поэтому сейчас я даю слово Ирине. И сразу вам говорю, что у них Ольге и грудные дети. Поэтому если кто-то заплачет, или они там куда-то отлучаются, забрать ребенка, то в принципе давайте мы терпеливо подождем. Потому что мы все лидеры. И мы знаем, что такое работать и совмещать работу вместе с маленькими детьми. Меня зовут Ирина Кушнер. Мне 25 лет. Я зарегистрировалась в компании Ariflame. 2 января и пришла на акцию «Счастливы вместе». Мне 25 лет. Я мама годовалого ребенка. В Ariflame пришла для того, чтобы зарабатывать деньги уже изначально. Мое первое знакомство с Ariflame произошло в 2006 году, когда я училась в академии. Я зарегистрировалась, вышла на 3%, но потом постепенно отошла. Может, не допоняла сути. Ну, в общем, мне стало не так интересно. И решила забросить это все дело. Я зарегистрировала свою однокрупницу, которая сейчас директор. И стала брать у нее со скидкой. Дальше мы вернулись домой после учебы, после 5 лет. Я устроилась на работу. С мужем решили оформить ипотеку. И стала такая большая проблема с нехваткой денег. И в это время я познакомилась с Натальей Медзоровой. Я устроилась на работу администратором в одной из ее групп. И постепенно Наталья убедила меня, что деньги можно заработать в Ariflame. И очень быстро. А так как я уже знала эту всю систему, мне было проще. И к тому же я очень люблю эту продукцию. Я решила попробовать. И получилось так, что мы уехали в январе в поселок. И работала я уже непосредственно через интернет. Я делала обзвоны. А Наталья проводила встречи в офисе. Я присутствовала через скайп. Слушала и училась. И так я вышла в первый каталог на уровень 6%. А во второй каталог на уровень 12%. Сейчас мне не хватает 170 баллов до 15%. И я думаю, что за одну неделю это вполне реально. В третьем каталоге я уже приехала домой. И работать начала в офисе. К этому времени у меня уже выявилось два ключевых партнера. Это Ольга Гаркалина, которая сейчас будет выступать. И Евгения Спиридонова. У нее сейчас не хватает 400 баллов до 12%. Ну, я думаю, тоже реально в этом каталоге сделать. Значит, мы работаем со своими девочками по акции «Подари подарок другу». Встречи проводит Наталья и мы с Женей. Женя привлекает уже своих ключевых консультантов. И такими темпами мы думаем, что пойдем по энергии роста все вместе. Я получила уже первую премию в 3000 рублей. И дальше хочу закрыть 15%. Ну, на этом, наверное, я закончу свой рассказ. Если есть ко мне вопросы, я отвечу. Встречи провожу сама. Но сейчас пока у меня муж ездит. Поэтому я пробовала с ребенком проводить встречи. Но с моей гиперактивной девочкой это практически нереально. Поэтому, если удается с кем-то ее оставить на часик, то я провожу встречи сама. А так жду мужа для того, чтобы бывать в офисе чаще. В чем отличие моего роста от роста других? Я даже сказать не могу. Но мы работаем именно по такой системе с Натальей Невзоровой, что у меня в первом уровне всего 7 человек. Все остальные у меня в глубине. Поэтому, возможно, в этом... Я смотрю по своей подруге, которую регистрировала, которая сейчас директор. У нее в первом поколении порядка 300 человек. Но она не может добиться результата выше, чем директор. И то... Вот этот каталог, пятый, предыдущий. У нее было так, что она думала, как бы ей закрыть директора. У нас получается не все. И мы пригласили друг к другу. Бывают случаи, что люди назначены встречи порядка 20 человек в день. А приходят в лучшем случае 3 человека. А иногда я просто сидела в офисе, и не было ни одного человека. Как бы получается... Иногда бывает так, знаете, найдешь одного человека, который начнет работать, как вот у меня с Женей получилось. И благодаря ей я вышла на 12% во втором каталоге, а вот очень быстро перескочив 9%. Поэтому тут надо делать упор именно на ключевых партнеров. Если найдете человека, который будет работать, значит, будет вам счастье. Пишем в глубину. Всех людей записываем в глубину. Наталья с нами договаривалась так, что поначалу мы регистрируем в первый уровень. Она нам помогает регистрировать в глубину. Дальше мы проращиваем уже не персональную группу в первый уровень, а в третий, в четвертый и так далее. Суть в том, что всех своих новичков мы регистрируем именно под... У Натальи, я не знаю, что это такое критерие. Если человек делает 150 баллов, значит, она помогает строить ему свою структуру, если он желает расти. Если человек не делает 150 баллов, тогда нет смысла проращивать его ветки, потому что никто не будет получать от этого денег. Все, спасибо за внимание. В совершенно пустой квартире. Вот видите, вещи на полу. Мы только что в нее переехали. Квартира эта была куплена на деньги, сэкономленная в компании Reflame. Ну, почему сэкономленная? Потому что мы еще жили, разъезжали по всем странам. Всем привет! Ну, а сейчас я вам немножко порисую. Значит, смотрите, вот вы задавали вопросы о том, как строится у меня структура и куда мы регистрируем людей. Значит, сейчас я вам попытаюсь это нарисовать. Вот если у Гены все упорядочено и четко видно, что под кого куда подписываться, то у нас идет метка перебора. То есть мы перебираем людей и отфильтровываем. Ну, как говорил Владимир Полежаев, что люди сами себя отфильтровывают. Наша задача только дать им различные задания, чтобы понять, справится он или нет. Я вообще до этой системы долго очень допирала. И раньше для меня важны были деньги. И я регистрировала огромное количество людей к себе в первый уровень. И обе группы, которые у меня построены, это группа мужа и группа сестры. И практически они выстроены мной. То есть можно сказать, что я прежде директор. Поэтому сейчас меня больше интересуют звания. Меня больше интересуют конференции. Меня больше интересует статус. Хотя статус это ничто в нашей жизни. Но тем не менее, все-таки звания дают премии, дают деньги, дают возможности. И на сегодняшний момент, я не скажу, что мне хватает денег, потому что новая квартира забирала большое количество денег. Но тем не менее, я все-таки стараюсь сейчас больше работать с глубиной, нежели чем с шириной. Ну что ж, теперь приступаем к системе. Значит, с чего я начинала? То есть первые попытки у меня были такие. Я регистрировала очень много в первый уровень, пыталась общаться с людьми, пыталась их мотивировать. У меня это очень здорово получалось. И кто читал мой дневник на форуме, все знают, что у меня люди доходили до 15%. А потом, когда груз ответственности становился очень большой, и я говорила, а теперь вот давай, ты свободным плавами, ты у нас корабль. И теперь ты у меня самостоятельно брала другого человека, начинала с ним работать, и что-то получалось. Или деньги нас губили, потому что офис нужно было дополнительно арендовать, или реальность губила моих ключевых партнеров, потому что я начинала все силы дротала на другую ветку. Соответственно, многие так и остались на 15% плавать, и многие, конечно, опустились гораздо ниже, на 9%. Поэтому я думала, как у других людей вообще выходят на 21%, но сейчас на 22%, и вот стала ломать голову. И вот в прошлом году, значит, два года назад мы работали по системе PRO, был очень хороший результат, было очень много выращено 12-пациентной группы, курс, который я вела в 12% менеджер за 8 недель, это курс, который имеет опыт работы, конкретно мой, и я могу сейчас с уверенностью сказать, что моя система работает, что за 8 недель можно легко вырастить менеджера в 12%. Но дальше не растут, понимаете, на 12-15%, но не растут дальше. Я знаю, что у многих есть такая причина, поэтому, вернее, не причина, а у многих есть такая проблема. Я вот целых два года искала ответ, а почему, а почему у других есть, у меня нет. Что за секрет они знают, такой, который не знаю я. И меня натолкнуло на мысли, значит, у меня мысль летала рядом, я поняла, что нужно человеку помогать. То есть, ну как я помогала конкретно? Я не отдавала людей. То есть, я, например, под него регистрирую, сама с человеком работаю этим. В итоге, что получается? Инфантильный лидер, который только дай, 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 отдавать он ничего не хочет. Не получилось. Следующий пример. Хотела, значит, договорились с девушкой, Софья ее зовут, вы ее прекрасно знаете, она выступает у меня на вебинарах часто. Значит, давай так, Софья, ты звонишь, я тебе встречи провожу, а ты сопровождаешь новичков, ну, по системе по моей. Значит, у нас все супер. Софья начала активно рекрутировать. 50 человек, первый уровень. Софья еле выползает на 9%. Опять не сработало, понимаете? Потому что она не может справиться с такой огромной оравой людей. И буквально перед Новым годом на форуме фирма столкнулась на мысль о том, что нужно больше думать не о себе, а больше думать о других людях. И вот эта мысль как раз меня привела к этой системе работы, которую я сейчас использую и которая дала свои очень хорошие результаты. Я думаю, что мы будем двигаться дальше, потому что она конкретно реально работает. Значит, что я задумала? У меня появился ключевой партнер, который был еще и по совместительству администратором одной из моих групп, самой крупной группы, клуб любителей рукоделия. И постепенно Ирина правильно сказала, я ей вкладывала мысль в голову о том, что можно еще параллельно на рефлэм работать. И вот Ирина созрела. 2 января она приняла решение зарегистрироваться. Вопрос, куда под себя опять ее регистрировать или все-таки куда-то. Значит, у меня на тот момент группа мужа была нестабильна. Соответственно, мне было выгодно зарегистрировать Ирину в группу мужа, но опять под себя или под кого-то другого. И я обратила внимание на девушку, зовут ее Таня Малышкина, которая стабильно делала 250 баллов каталог. И причем сама пригласила там 3-4 человека, лично ее приглашенных. И я просто Ирину зарегистрировала под нее. Ну, то есть под нее, в глубине даже, не под нее, не под Таню. Под Таней есть Аня, под Аней есть еще одна девушка, забыла уже даже, как ее зовут. И под под эту девушку я зарегистрировала Ирину. И начала об этом с Ириной. Таня сразу, конечно, увидела, что у нее растет объемная скидка, есть дополнительные баллы. И она стала сразу интересоваться, заинтересоваться, а что это такое, и что нужно делать, чтобы двигаться дальше. И даже у нас были подвижки, что она пригласила несколько человек, но есть своя основная работа, которая ее захлестнула, и, соответственно, она уже перестала активно работать в Арифлейм, но она делает стабильно 150-250 баллов. Всегда. То есть объемную скидку, которая у нее сейчас выходит, а она автоматически вместе с Ириной выходит на 15%, она получает в размере где-то около 1000 рублей. Я считаю, что это достаточно хороший такой задел, для того, чтобы человек, по крайней мере, делал 150-250 баллов. Тем более она сама очень хороший продавец, выступление в сети можно посмотреть на моей страничке. И что стало происходить дальше? Вот теперь я буду рисовать, и вас очень прошу не трогать никакие тут графические доски, потому что вы можете все стереть. Значит, вы смотрите, я начала работать с Ириной. Мы с ней договорились. Ты мне, я тебе. Я тебе помогаю, ты мне помогаешь. Значит, чем? Это, знаете, как командная работа. То есть есть такой негласный договор. Раньше мы пробовали договоры письменные заключать, ничего не работает. Вот мы с ней усно заключили. Будешь слушать и делать то, что я скажу, значит, будешь зарабатывать столько, сколько нарисовано в плане успеха. И мы с ней начали активно работать. Она обзванивала людей, то есть это была ее работа. Все зависело от того, сколько людей она обзванила. Значит, на каждого приглашенного ей человека я отдала свою регистрацию. Сначала как-то я соблюдала эти все параметры, а потом просто так получалось, что иногда люди приходили с улицы, и мне надо было их куда-то быстро регистрировать, и, соответственно, конечно, они все попадали под Ириной. И таким образом, значит, проводя несколько встреч, у нас под Ириной организовалось 3-5 человек, которые начали делать заказы. Из них появилась девушка, зовут ее Женя, про которую Ирина сегодня говорила. Так, неправильно тут нарисовала. Ну, давайте, пусть она будет в треугольничке у нас, Женя. Итак, появилась Женя. И что стало сразу? Они стали обзванивать обе. То есть Ирина была на 6%, Женя была на 0% еще, да? И поговорив с Женей, у меня есть, Ирина правильно сказала, один критерий, сделай 150 баллов, будем с тобой работать. Не сделай 150 баллов, ну, как бы будем дружить. И Женя как-то была заинтересована в деньгах, сразу сделала 150 баллов. В итоге, значит, они стали приглашать обе, то есть обзвоны делать обе. Причем у нас был четкий график. Например, я проводила встречу там в понедельник с 16 до 19, и в четверг там с 16 до 19. Я могла всю неделю проводить встречи, если льготка. Но я выбирала то время, которое удобно было для меня, я им сообщала. И как происходило наше общение. Они работали дома, делали обзвоны. Я в это время, в офисе у меня есть планшет, значит, те анкеты, которые писали люди, я им фоткала прямо на планшет, отсылала в контакт, отсылала анкету с заполненными регистрационными данными. Все, на этом работа моя заканчивалась. То есть, дальше начиналась работа Жени и работа Ирины. И сейчас, впоследствии, Ольги и Светы, потому что у нас уже там в глубине появились ключевые партнеры. Значит, суть в чем, от 0 до 9 процентов новичок, который приходит в нашу систему, он делает обзвоны. Плюс он делает сопровождение полностью новичка, начиная от размещения заказа, заканчивая получением заказа. Плюс акции, которые проводит компания. И я вот сейчас смотрю, могу сказать четко, что девчонки делают очень качественное сопровождение. Соответственно, у них группы стабильны. Они не падают, даже несмотря на то, что у нас праздники все закончились. 8 марта в том числе. Теперь дальше. Ирина с Женей делают обзвоны. Значит, и у них, у Жени появляются консультанты, которым мы точно так же говорим. Если ты хочешь зарабатывать, как Женя, или как Ирина, показывая им информационные листки, делай 150 баллов. И у Жени появляется консультант, который зовут Светлана. Света. Значит, Светлана. Теперь мы все силы, то есть мы все, втроем, я, Ирина, Женя, мы все работаем на Свету. И почему очень быстро строится структура? Потому что, вот Света у нас первым каталогом сразу вышла на 6%. В этом каталоге, она должна, по идее, выйти на 9%. Но, но, здесь есть но. Ирина, помните, говорила, что у нее уехал муж, и она не смогла проводить встречи. А я в это время работала со вторым. Вот как, вот почему система-то похожа, как с Геной, да? Потому что я одно плечо рощу, Ирина ростит второе плечо. Но я выбираю по приоритетам. То есть я смотрю, кто работает активней, кто больше обделывает от звонок. То есть я с тем и работаю. И я кому отдаю своих новичков, которых я лично регистрирую. Потому что, ну, я регистрирую очень легко, и в соцсетях очень много регистраций, и разные акции мы проводим. Поэтому сейчас, на сегодняшний момент, я вот этот каталог, я помогала Ольге активно развиваться. И Ольга у нас в том каталоге вышла на 6, а в этом каталоге вышла на 9. Но, как только в первом уровне, хоть у Ольги, хоть у Светы, то есть мы регистрируем первый уровень до тех пор, у консультанта, пока не появляется активист. Я их даже называю активисты. Как только, как только под Светой появляется активист, ну, потому что прослочка есть, Валя тут есть, вот там, ну, есть там консультанты, я думаю, что они, где-то будут, вот я и не зря вопрос задала, куда ты убираешь их из системы, терминируешь, потому что у нас тоже есть вот прослойки разные, то есть бывает, вот, знаете, у меня есть регистрации, ну, вот буквально, в данном случае, три регистрации по дисконтной карте. У нас, мы были спонсорами одного мероприятия, из 25 подарков у нас 6 человек зарегистрировалось, значит, три у нас заказы сразу разместили, а я не регистрирую без заказов, значит, и мне надо куда-то их оприходовать, куда? Я не буду регистрировать ни под Ирину, я не буду под Женю регистрировать, я не буду порегистрировать ни под Свету, ни под Ольгу, я уже ищу в их глубине человека, то есть, все свои регистрации я отдаю только в глубину. Почему? Потому что если Ирина захочет нарастить ширину, и она прекрасно это знает, она может регистрировать свой первый уровень, то есть, каким образом? Сама лично звонит, проводит встречи, и все, кто у нее зарегистрировался, она регистрирует под себя, но я им всегда говорила, деньги это хорошо, но глубина, которая дает стабильные деньги, это еще лучше, и пусть ты сегодня зарабатываешь всего лишь на 12%, там 3-4 тысячи рублей объемную скидку, или там на 18%, там пусть 5, ой, вернее, на 15%, пусть у тебя будет там 5-6-7 тысяч рублей объемная скидка, я считаю, что это лучше, чем очень-очень большая ширина, с которой ты не можешь справиться, потому что как только ты вырастешь ветку вниз, то есть, в глубину, как только ты найдешь ключевых партнеров на 4-5 уровней вниз, ты можешь сразу подстроить тренар, там, тетренар, там, да, то есть, ты можешь подстроить себе любую, еще одну, другую, там, третью ножку, что-то у меня тут плохо уже получается рисовать, художник из меня Никоковский, и самое важное, что девчонки всегда знают, что я им помогу, потому что я-то, конечно, что у меня 12 лет работы, опыта в сетевом маркетинге, и для меня рекрутировать, это, знаете, как, не знаю, 50 баллов, наверное, для новичку сделать, то есть, это очень и очень легко, тем более, что у нас целые социальные сети сейчас, огромное количество людей, поэтому принцип какой, помоги нижнему, и тогда ты будешь стабилен, и вот по бинару, здесь система очень даже хороша, но, с чем бы я, я как компонент, да, в аккомент выступаю, я бы все-таки сделала критерии 150 баллов, почему, потому что если человек выйдет, и он будет здесь 50 баллов делать, да, например, он мне же сказать, 50 баллов делать всего, а теперь вы говорите 150 надо делать, чтобы объемную скидку получать, а не всегда, скажу вам честно, рекрутинг лидера отличается от рекрутинга новичка, рекрутинг новичка не очень уверен и не очень быстр, потому что вот действительно 6-7 человек пригласить, это, наверное, под силу будет, но если это большее количество людей, то уже сложновато, поэтому здесь вот большая роль, большая роль отводится именно спонсорской работе, понимаете, вот я очень фразу запомнила, мне неоднократно ни один бриллиантовый директор говорил, мне говорили о том, что строй, как для себя, то есть вот строй, и как для себя бы ты сделала, я сейчас вот споведу этот принцип, я строю им, как бы я себе сделала эту ветку, поэтому я хочу, чтобы каждый из них заработал, потому что, когда Женя вышла на 9% и заработала 1900 рублей, я ей спрашиваю, Женя, ну теперь ты уйдешь из Верри Флэм, она говорит, нет, ну а чего, я делаю 150 баллов, обзваниваю людей, сопровождаю их и получаю 2000 рублей, хотя бы это, но мне надо больше, я говорю, хорошо, тогда давай будем работать со Светой и так далее, то есть вот, я не знаю, мне очень мало времени дали, я и так уже много туда поговорила, поэтому я сейчас готова ответить на ваши вопросы, ну а так мы будем вебинар 12-го проводить, мы в гостях тоже будем у одного из золотых директоров, если кому надо, ссылочку я кину, придете, там уже более подробно рассказывать. Итак, теперь отвечаю на вопросы. Своих я не пишу в первый уровень, то есть я ни одного человека с 1 января не подписала в свой первый уровень, ни одного. Значит, я получила телевизор, ну вообще я еще его не получила, если честно, мне должны прислать телевизор как спонсору, а по поводу всех остальных подарков, это я уже там с сестрой договаривались и, значит, я делала у нее. Так, у вас оговариваться до какой глубины или до какого уровня помогаешь? Значит, смотрите, у нас есть распределение обязанностей, вот я даже сейчас себе блокнотик, пока Гена говорила, написала. Вообще, основные навыки, которые должен приобрести человек, работающий в МЛМ-бизнесе, это коммуникация, навык продаж, навык рекрутирования, спонсирования, команда образования и делегирования. То есть, по системе ПРО это основные навыки, мне система ПРО очень помогает. То есть, я оттуда взяла все, я просто применила это вот на, знаете как, не в ширину, как вот нас учили, да, значит, зарегистрируя одного человека и потом под ним 5 человек зарегистрирую, да, и вот работаю с 5 ключевыми партнерами. У меня ключевые партнеры находятся, могут находиться один под другим. То есть, я работаю и с Женей, несмотря на то, что Урина с ней работает, да, я работаю и с Светой, и с Ольгой, и вот Света у нее, сейчас девочка 150 баллов, делая в этом каталоге, мы будем с ней разговаривать, и вторая девчонка 250 баллов набрала, но когда я сказала, Оля, пригласим ее на встречу со мной, пришел ребенок, 11-классник, такая девчонка, она такая, знаете, я так на нее посмотрела и подумала, что, наверное, ее пока все в серьез, в качестве спонсора не будут воспринимать люди, которых я там регистрирую, поэтому мы ей сказали, если у тебя есть желание, ты можешь регистрировать, мы тебе поможем, и мы посмотрим, если она действительно адекватна, если она действительно это может делать, то, конечно, мы поможем ей, и мы будем ей отдавать регистрации, значит, и вот у Жени Света, у нее тоже, мы ищем человека, но у нее люди все, которые пришли, они говорят, я для себя, я только для себя буду покупать, то есть пока вот мы не нашли такого активного, и будем регистрировать первый уровень до тех пор, пока не найдем активиста, а дальше уже будем работать в глубину, значит, и мы, получается, у меня система проповертикали, то есть не по горизонтали партнеры ключевые, а по вертикали все один под другим, так, значит, и вот по навыкам, смотрите, критерии такие, вступления, 150-200 долларов, вообще мы сейчас 200 стали говорить, потому что если человек 150 сделает, он из 200 сделает долларов, я просто по опыту своему скажу, если ему хочется, если ему надо, он сделает, значит, от 0 до 9%, что делает, должностные обязанности, так скажем, да, консультанта, он делает звонки по анкетам, подари подарок другу, это первое, второе, он учит размещать заказы новичков, третье, он учит получать заказы новичков, и четвертое, он рассказывает про все акции, которые проводит компания, включая стартовую программу, причем я вам сейчас фишку такую скажу, значит, мы сейчас как про стартовую программу рассказываем потребителям, что есть система накопления долларов по программе лояльности в течение года, хотите, делайте заказы, хотите, не делайте, у вас баллы купятся, хотите вы этого или не хотите, есть программа экспресс накопления в течение 21 дня 100 баллов, 21 день 100 баллов, 21 день 100 баллов, и так далее, тогда вы будете получать и по программе лояльности, и по стартовой программе, то есть, мы не называем стартовой, Я так по-хитрому ее назвала, называется экспресс-накопление. То есть это более так лояльно и понятливо звучит для людей. Значит, и вот от 0 до 9% мы не дергаем ни на презентации, но мы говорим, хочешь научиться, приходи, слушай. И вот Ирина, она в скайпе, например, слушала меня. Кто-то приходит со мной, садится рядом, слушает презентации. Дальше все подарки на акцию «Подари подарок другу» изначально даю я от 0 до 9% даю я, пока Ирина не выросла, пока Женя не выросла. Теперь дальше смотрите. С моей стороны от 0 до 9% я провожу ВВО, ну то есть встречу возможностей Арифлэйн и контролирую процесс. То есть я держу руку на пульсе и смотрю, как девчонки работают с новичками. То есть смотрю, сколько регистраций прошло через контакт, ну то есть я им отыслала, и сколько на выходе с заказами идут. Поэтому вот это я все контролирую и я подсказываю, говорю, Оля, там позвони это, Оля, ты это и там спросила и так далее. Вот в этом осуществляется моя работа. Скажу честно, я сильно не напрягаюсь. ВВО, контроль и обучение. На обучение у меня все сделано в видеоварианте, 16 занятий на все темы, и поэтому у нас все, кто хочет зарабатывать и работать, и кому интересно, просто скачивают занятия к себе на компьютер или по ссылке выходят и смотрят самостоятельно. Причем, конечно, учебу мы проводим. Вот 16 мая у нас будет школа по продукции в офисе уже, которую организует Ирина. Дальше, от 9 до 18 процентов я себе написала. Значит, что делают у нас уже ключевые партнеры? Они покупают каталоги на акции. Если раньше я этим обеспечивала полностью акцию, то с 9 процентов они каталоги, покупают подарки, покупают уже кремы мечты, заказывают. Проводят презентацию для своей, там где она говорила, другого плеча. Так проводят, если я работаю с одним, они работают с другим плечом. Осуществляют контроль уже своих ключевых консультантов, ну и организуют школы. То есть, ну или контролируют, чтобы люди смотрели занятия в видео формате. Я что делаю? Я опять дальше провожу ВВО, но уже для глубины, то есть для более низких уровней. И опять контролирую процесс. То есть, я опять, честно говоря, не перенапряглась в этом плане. Ну, естественно, я лично рекрутирую, только я лично регистрацию под себя не провожу сейчас. Так, значит, поэтому вот у нас так вот договор есть определенный. Причем, ну, в принципе, с девчонками договариваемся. Так, а если делает 150 баллов, но с людьми не хочет работать, ему не строишь? Нет, не строю. Есть люди, которые делают 150 баллов и 250 баллов, и они мне говорят, я не готова взять ответственность на себя работать с людьми, мне некогда, нет, я не строю. Есть, конечно, знаете, когда вот надо быстро куда-то сунуть новичка. Бывает такое, что я ошибаюсь. Бывает такое, ну, я вот вижу, что вроде человек сделал 150 баллов, думаю, вдруг он, ну, как бы, ну, будет дальше делать. Потом раз, следующий каталог делать 50. А у меня так просто получилось. Ну, это редко бывает, вот у меня, но бывает. Как-то, вы знаете, чуйка не срабатывает здесь. Ну, я много лет работаю с людьми, поэтому здесь вот я немножко так все-таки чутье какое-то есть. Так, какие видео занятия ты сделала? Так у меня курс, менеджер 12% за 8 недель полностью весь. То есть все занятия. У меня YouTube там 800 видео на канале, поэтому хотите, хоть вы смотрите, хоть мои смотрят. Ну, и у меня есть группа, конечно, Арифлэй в Котласе. Она закрыта только для моих консультантов. И я там выкладываю различные видео, которые там текущие, например, или по акциям, там что-то интересное. Ну, у меня тоже там работает администратор. У меня во всех группах в соцсетях работают администраторы, которые группы полностью есть. И мы много акций проводим, у нас рекрутинг из соцсетей идет. Так, ну что ж, есть ли еще вопросы? Если нет, то я могу передать слово Кеннадин. Так, нет. Все. Всем большое спасибо. Ну что, дорогие друзья, значит, вы сейчас послушали две версии.